Ассалам алейкум ва рахматуллаху баракяту. Всем здравствуйте. Рада приветствовать всем на своем канале. Посмотрите, у нас 27 мая, вот здесь 27,5 стоит, подорожал хлеб, так называемый социальный хлеб, который был 1400. Он теперь стоит 2800 ровно в два раза. И тут даже написали, не ругайте нас, это не мы повысили хлеб. Ну, люди сразу начали расталкивать друг к другу, побежали, значит, в магазин купили, значит, все, хлеба нету. Кто с буханкой, кто без ничего пришел. Что приобрели эти люди? Что за хлеб это выпеченные? Ведь там не содержатся термофильные дрожжи, сахар, и вот эта клейковая мука, там нет никаких отрубей, там ровно ничего нет. Это хлеб без зверя, хлеб болезни. Это хлеб, который забирает у вас деньги и плюс ваше здоровье. А вот возьмите лучше, никуда не бегите. Промойте зерно вот один день. На следующий день возьмите его вот так вот. Тут у меня контейнер такой, там дырочки внизу, вода лишняя стекает. Вот она уже проросла, эта пшеница, вот так она выглядит. 2-3 миллиметра хватит достаточно. Я в чопере ее быстро перемолола, пока они все там стоят. Не надо никуда бежать, видите, все там сохранено в этом пророщенном зерне. Больше 150 макро-микроэлементов, видите, здоровый кишечник у вас будет. Вот специи вот взяла, кое-какие пряности. Это зира здесь, кунжут, черный тмин вот взяла. Здесь потом семя льна, кориандр. Все нужно перемолоть, это хорошенько. Быстренько перемолола я, вот, и добавила в эту массу. Видите, как быстро все мы делаем. Сейчас лето, жарко, печь хлеб мы не будем, потому что включу духовку, дома жарко. А зимой я выпекаю, у нас жарко сейчас. Больше 35 градусов вот было. Порошенько размешала. Хотите другие, добавьте специи какие-то. Можете пожитника, куркумы добавить, можете тыквенных семечек можно также добавить. Вот, видите, никаких тут дрожжей, заквасок, ничего нет. Не надо, я это ничего не вожусь, ничего этого не делаю. Вот, немного муки буквально, чтобы сформировать эту лепешку, так сказать, чтобы нужно было сделать. Мука это ржаная у меня, это не пшеничная. Вот, цельнозерновая мука. Хорошенько перемешайте, вот, добавьте таким образом. Сейчас будем лепешки делать. И вот, видите, у меня тут мраморная сковородка, сухая, никакого, ни масла, ничего не надо. Нагрейте ее, маленький огонь сделайте, минимальный. Положите эту лепешку, и пусть она выпекается. Вот, с одной стороны 2-3 минуты, с другой стороны 2-3 минуты. Видите, там все отруби, все сохранено там. Вот, и все. И будет у вас здоровый кишечник, и всасываются вот эти все углеводы, которые содержатся. Медленно будут, и не так быстро, как из того хлеба, который лишен от отрубей. Вот оно в готовом виде, вот так вот выглядит. А также, посмотрите, у меня другие варианты хлебов есть. Вот это вот в духовке испеченные лепешки. Вот это вот у меня хлеб овсяной. Вот, вот такие разные варианты домашних хлебов. Ну и в завершении просто перечислю свойства пророщенной пшеницы. Хотя, это бесконечно можно. Во-первых, она укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пророщенная пшеница заживляет внутренние раны, возвращает остроту зрения, восстанавливает волосы, повышает выносливость организма к холоду, рассасывает различные новообразования, выводит из организма яда лишний холестерин и другие лишь вредные вещества, обогащает кровь кислородом, повышает иммунитет, способствует активному долголетию. В чем же секрет пшеницы, друзья? Конечно, в том, что ее сила прорастающего зерна под оболочкой это своеобразная такая энергия, которая направлена на то, чтобы продолжить свой род. И природа дает самое ценное для питания ростка энзимы и другие вещества. Вот, поэтому это кладезь минералов и витаминовки, как я уже сказала, поэтому, употребляя проросшее зерно в пищу, мы берем у природы самое ценное. Продукт способен разбирать засорение в организме, растворяя клейковину в кишечнике, а также защищать от страшного заболевания рака.